Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах. Продолжаем работать. И сегодня я хотела бы поговорить о Мессии Маслове, разобрать его доктрину, дабы вывести его на чистую воду. Замечательный человек, замечательный учёный. Говорят, что он общается с нашим президентом и планирует стать грядущим царём или настоящим царём России, поскольку является Мессией. И мне бы хотелось сегодня почитать вам выдержки из его трудов, для того, чтобы вы убедились в том, что этот человек просто-напросто нас обманывает. Почему я решила затронуть эту доктрину? Почему я решила донести до вас эту информацию? Да потому что понимаю, что он пытается повести народ России не в том направлении, в котором планировал Бог, а в том направлении, в котором планирует он, господин Маслов. Я понимаю, что вокруг него собрались достаточно интересные люди, которые его поддерживают. Я назову этих людей невежественной элитой, которая не хочет и не желает открывать Бог духовенные тексты, и изучать Писание. Послушайте, как интересно он говорит о Богодуховенных текстах. Введение исток Руси или Веды. Православие старо как мир. Внутреннее утешение воспета. Веды для России свой мир. Вечное задание предков. Веды – прямое обращение Бога. Нет пересказанных историй. Веды – истинная дорога. Правда высочайшей категории. Правь и славь управлению Бога. Учись, подключайся в сотворчестве. В совершенстве достигнешь порога, где начинается с Богом творчество. Ну, давайте теперь по полочкам разберем. Православие старо как мир. Любопытно. У меня вопрос к господину Маслову. Скажите, пожалуйста, где вы взяли понятие мессия, коим вы себя назвали? Ибо в ведах нет такого термина. Есть такое понятие, что придёт сначала жрец, потом придёт, кстати, жрица. А значит, вы автоматически отпадаете по этим пророческим текстам. Но слово «мессия» мы находим в текстах Единого Писания. Так же, как и миссию мессии. То есть ход действий. То, что он должен сделать. Его характер деятельности. И мы знаем, что должен прийти не мессия, а утешитель. Такой же, как мессия Иисус Христос. Который поможет распространению Евангелия в правильной форме или в правильной трактовке по всему миру. И, помимо этого, утвердит знание о Боге. Истинное знание о Боге, с которым приходил, в первую очередь, мессия Иисус Христос. Есть ещё пророчество о православном царе. О том, что в России будет православный монарх. Если вы говорите, что православие старо, как мир, и внутреннее утешение воспета, беды для России и свой мир, вечное задание предков. Такого бреда услышать, конечно, я не ожидала. И если ранее я читала ваши тексты, то подобное мне не попадалось. Давайте поговорим о ведах. Веды – это новодел. Нравится вам это признавать? Не нравится вам это признавать? Это новодел. Я изучала те беды, которые есть в наличии. И несмотря на то, что я взяла некоторые заповеди из них, для того, чтобы дополнить богодуховенные тексты и объединить их по факту существования одинаковых заповедей, я всё-таки утверждаю, что беды – это однозначно новодел. И слишком много там искажённой информации мифологического характера. То есть делал эти тексты, создавал эти тексты человек безграмотный. Безграмотный человек составил доктрину создателя, отвергая православие. Поскольку православие – это та основа, с которой пришёл Мессия Иисус Христос. Который утверждал в первую очередь заповеди Создателя. И когда вы говорите, что православие сторон, и оно нам не нужно, нам достаточно вед, то вы глубоко ошибаетесь. Бог не отменял свои пророчества. И в текстах Ветхого Завета вы легко найдёте цитату о том, что пророчества и заповеди даны человечеству на века. Поэтому вы, как Мессия, не можете отвергать богодуховенные тексты. Вы можете их рассматривать как единое целое, но заменять ведами те тексты, которые есть, вы не можете. Веды – прямое обращение Бога. Нет пересказанных историй. Очень интересная строчка. Нет пересказанных историй. Да, в текстах Ветхого Завета есть история развития всего человечества. И в первую очередь история мира устройства, которое вы искажаете на сегодняшний день, минимизируя те знания, которые есть. Вот эти вот пересказанные истории, которые вы отвергаете, они умышленно создателям, переданы через пророков, для того, чтобы мы не забывали историю нашей цивилизации, те ошибки, которые сделали ранее живущие народы. Помимо этого, помимо вот этих вот пересказанных историй, достаточно много пророчеств, которые говорят о будущем. О будущем всего человечества. Поэтому Веды не могут быть истинной дорогой и правдой высочайшей категории, потому что информация о Ведах настоящих – это информация о тех Ведах, которые были якобы написаны на медных пластинках. Покажите, пожалуйста, мне эти медные пластинки, для того, чтобы я удостоверилась, что это более ранний источник, нежели Библия и Коран. Учись, подключайся в сотворчестве, в совершенстве достигнешь порога, где начинается с Богом творчество. Конечно. Главная цель эволюции человека – это совершенство, это праведность, это святость. И эта святость безусловно в сотворчестве. Но мы не можем сказать, что только в сотворчестве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok